И к новостям спорта. Российская команда вернулась с первенства мира по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов, которая проходила в США. В составе нашей сборной были и волгоградские спортсмены. С международного турнира они возвратились с наградами высшего достоинства, рассказывает Мария Иванченко. 16-летний Владислав Агапов, слабовидящий, из-за травмы, полученной в детстве, зрение у юноши упало до минус 7. Однако это не стало для Влада приговором. Молодой человек профессионально занимается легкой атлетикой. За его плечами участие в нескольких турнирах международного уровня. В июле нынешнего года Влад занял первое место по прыжкам в длину на чемпионате мира, который проходил в США. Ощущения были, конечно, были очень радостны сначала. Теперь есть цель в жизни. Буду к ней стремиться. Ну, на этот данный момент я хочу прыгнуть за 6 метров в длину. За океаном на чемпионате мира побывал и Андрей Шашко. У него тоже слабое зрение. Соревнования подобного уровня стали первыми в спортивной карьере юноши. По признанию молодого человека, самую сильную конкуренцию волгоградцам составили спортсмены из Африки и США. Но это не помешало Андрею завоевать золото в прыжках в высоту. Однако Шашко, как настоящий профессионал своего дела, результатом остался недоволен. Видать, на меня акклиматизация все-таки как-то подействовала. У меня было тяжеловато выступать, если честно. Слабовато, конечно, выступил просто хуже своих личных достижений, рекордов. То, что Волгоградская область – кузница спортсменов – бесспорный факт. Но по признанию тренеров, заниматься спортом сейчас непросто. Материально-техническая база постепенно устаревает. Например, беговые дорожки практически пришли в негодность. Большую надежду специалистов возлагают на реконструкцию манежа физкультурной академии Волгограда. Нужна реконструкция наших спортивной базы. Но основной спортивной базой для нас являются, конечно, все спортсооружения Академии физической культуры. Сейчас, собственно говоря, идет капитальный ремонт манежа. Поэтому мы очень сильно надеемся, что в будущем зимнем сезоне мы уже не будем мерзнуть. Там при температуре плюс 7-8 градусов тренироваться. Поэтому ведется эта работа. Также мы надеемся, что сейчас стадион немножко реконструирует дорожку. Не слишком быстрыми темпами, но все же увеличение финансирования спорта в регионе есть, подчеркнули на встрече с журналистами областной власти. При этом тренировки спортсменов с ограниченными возможностями – внимание особое. Если у нас было порядка 3 миллионов, то в этом году порядка 9 миллионов на год. То есть ребята, которые у нас становятся победителями и чемпионами, они получат денежные вознаграждения именно за выступления на международных соревнованиях. И также они получают питание. То есть постоянно, ежемесячно получают питание. Сейчас произошла корректировка бюджета, и у нас уже начнется полное финансирование именно ребят адаптивного спорта. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос об открытии на территории региона центра спортивной подготовки, специальных площадок для занятий инвалидов. Мария Иванченко, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».